И на Америке из Дер Тате, папа в Америке, то оказалось, что доллары на деревьях не росли. Это место называется Дер Инзуфун Трерн, остров слез. Речь идет об острове Эллис Айланд, The Google Age of Yiddish Theater, золотой век еврейского театра. До начала XX века еврейский народ в массе своей был народом европейским. Подавляющее большинство народа жило в Европе. А вот с конца XIX и в первой четверти XX века изменилось лицо еврейского народа. Произошел социодемографический процесс, который изменил географию еврейской диаспоры. То есть в этот период 2,5 примерно миллиона евреев оставляют города и в основном местечки Восточной Европы и переезжают через океан. Подавляющее большинство из них едет в Северную Америку, Индерголденер, Меддинэ, в Золотую Страну, так евреи называли Америку. Они четко знали, от чего не уезжают, от чего не бегут. Погромы, антисемитизм, черта оседлости, кровопролитие, унижение, нищета. Куда они едут, наверное, они себя не очень четко представляли. Эти евреи построили себе какую-то иллюзорную картину. Ганейдн оф дер Велд, рая на этой земле. И наверняка многие думали, и мы это находим в литературе, в фольклоре, Азиндерголденер, меддинэ, дидоларн, вакснов, дебеймер. В Золотой Стране, то есть в Америке, доллары растут на деревьях. Народная песня, которую приписывают Шоломалейхему. Не очень понятно ее авторство, но есть версия, что эта песня на слова Шоломалейхема. Где мужчина уехал в Америку, осталась женщина с ребенком, и она поет колыбельную своему мальчику. И на Америке есть дер Тате. Папа в Америке. Ду везей майн зуныню, эрветун шикен цвансик долларун за ин портрет дер Цу. Ты увидишь, сыночек, он нам пришлет 20 долларов и свой портрет. Он эрветветун сарибар фирн, от агинцуцу. И он нас возьмет, перевезет туда. Америке зоктмен и заганэйдн. Говорят, что Америка – это рай. И вот в одной фразе в этой песне передается смысл этого рая. То есть в чем же состоит рай? «Ме эздорт халы ин дер Вохн». Там едят халу посреди недели. Это уже рай. Халу посреди недели. И дальше «яйхэлэхвэлихдер кохн». Я тебе буду варить бульон. И тогда я буду проливать море слез от большой радости. Вот представьте себе, халу посреди недели, бульон для ребенка и муж с ней, отец этого ребенка тоже с ними. Вот он и есть рай. Что еще ей нужно в этой жизни? Литература на языке идыш, наверное, является в этом плане уникальнейшим культурным комплексом, который запечатлел каждый шаг, каждую деталь вот этого огромного процесса, который изменил лицо еврейского народа и получил название «большая миграция». Если мы даже возьмем одно из последних произведений Шолома Лейхэма, его роман «Мотл Пейседем Хазенс», в русском переводе «Мальчик Мотл», этот роман ведь может служить буквально в смысле энциклопедия миграции. Их шесть человек, Мотл, его мама, старший брат Элли, жена Элли Брохэ, их друг Пинни и жена Пинни Тайбл. Этих шесть человек, они продают полквартиры, которая им принадлежит в Касриловке, и денег как раз хватает на то, чтобы купить железнодорожные билеты до Брод. У них ведь нет ни паспортов, ни виз, ни документов. В Бродах они, как говорит Мотл, «гиганве де грэнец», они своровали границу, а на границе обворовали их. Украли, как плачет его мама, целое богатство, с которым они ехали в Америку. Что было в этом богатстве? Две большие подушки, три маленькие подушечки и еще пару мамзейремлых, пару вот таких вот пух остался, и вот маленькие подушонки такие сделали. То есть вот с этим богатством едут шесть человек в Америку, и это тоже украли. Теперь мы прослеживаем их маршрут в Романе. Из Брод они едут в Лемберг, нынешний Львов, из Львова в Краков, потом в Вену, потом Антверпен, потом Лондон. Почему они едут во все эти города? Ибо в каждом городе они ищут Демкомитет, комитет благотворительной организации АИАС, который помогал эмигрантам, давал им какую-то сумму денег для того, чтобы они продолжили до следующей станции. А теперь представьте себе, люди без паспортов, без документов, без гроша за душой, без языка. Они легкая добыча для любого афериста. И вот все, что с ними происходит, все эти перипетии, Шаламлейхем не зря нам показывает глазами мальчика, который еще не Бармитсва. Ему еще нет 13 лет. И вот этот мальчик, вот этот Мотл, он в нашем коллективном сознании создал два понятия, которыми мы пользуемся и по сегодняшний день. Ди Алтегейм, он Ди Найегейм. Старый дом и новый дом. Как будет выглядеть новый дом, он еще не знает. И все, что он видит, он сравнивает со старым домом. И вот когда они уже приезжают на последний, этот перевалочный пункт в Лондон, и там в этом благотворительном комитете им говорят, здесь вам только могут дать денег, чтобы вернуться обратно домой. Но, тем не менее, они едут три месяца на пароходе. Естественно, практически у всех эмигрантов была морская болезнь. Дорога эта была вымощена муками. И, наконец, приезжают вот в то место, которым американцы так гордятся, и называют его The Gate to Freedom. А в еврейской литературе это место называется Der Insel von Trern, Остров слез. Речь идет об острове Эллис-Айленд. Трагическая литература на Иды, что об этом месте существует с 1892 года. Ибо там абсолютно каждый день проводился процесс, который называется тем словом, которое мы очень не любим – селекция. И вот после этой страшной дороги, этих мук, многим эмигрантам сказали, вы уезжаете обратно в Европу. Было большое количество самоубийств. Разлучали семьи. Да, люди прыгали в Гадзен. Еврейская литература сохранила те понятия, которые мы сегодня уже не помним, наша коллективная память их утеряла. Например, «Трахомене ойгн» – «Глаза больные Трахомой». С Трахомой не впускали в Америку. У нас есть огромное количество произведений на эту тему. Как семьи были разрознены только из-за того, что у кого-то членов семьи находили трахом. Кому посчастливилось, и вот они сошли на этот благословенный берег, то оказалось, что доллары на деревьях не росли. И подавляющее большинство эмигрантов первого поколения шли работать очень тяжело, почти в рабских условиях, по 10-12 часов, в так называемых «свэтчапс» – патагонных фабриках, текстильные цеха в основном. Писатели, писавшие на идыше, эмигрантов того поколения называют «рабочие с бледными щеками». Арбитер Митблас и Бакн. Ибо в основном эти «свэтчапс» находились в подвалах, в местах, куда не заглядывал солнечный свет и получали такой специфический цвет лица. Уже в 1910 году Lower East Side – это самая крупная еврейская община мира. Почти 500 тысяч евреев живут в Lower East Side. И Нью-Йорк становится крупнейшим еврейским центром мира. Там огромный рассвет культуры идыш, издательства, культурные организации, культурные мероприятия. А самое главное – культурное явление, которого больше не знала история мировой культуры, которое вошло в историю под названием The Golden Age of Yiddish Theater – золотой век еврейского театра, когда только на одной улице, Second Avenue, в 1928 году играют 23 репертуарных еврейских театра. Такого явления больше не было нигде. 23 театра в одном городе не на официальном языке страны.